Добрый день, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Немножко хочу рассказать вам о том, как правильно выбрать норковую шубу, ведь впереди сезон. Каждая девушка желает выбрать шубу, чтобы она ее и стройнила, и украшала, и делала особенной. Но деньги немалые приходится отдавать. Вопрос качества не на последнем месте. Давайте немножечко рассмотрим, как правильно выбрать, на что обратить внимание при покупке шубы. Рассмотрим норковую шубу, потому что в основном сейчас тенденция идет на шубы из норки. Мех легкий, мех воздушный, в нем тепло, на наш климат. Вот такую шубку возьмем. Рассмотрим сначала внешнюю сторону. Возьмем рукавочек, помнем. Шубка не должна греметь, должна быть мягкой. Шовчики должны быть аккуратненькие. Это достаточно просто посмотреть взглядом. Просто бросить взгляд. Мех должен быть аккуратненький, красивый. Вот. Важный вопрос, что находится внутри, под подкладом. Все смотрят под подклад, но многие не знают, что там смотреть. И смотрите, если раньше подклад открывался, раньше открывался на всех шубах, мы работали на всех шубах, то сейчас в связи с совершенствованием технологий, кармашек идет внутри. Он аккуратненький, снизу ничего не болтается, подклад у вас не висит. Кармашек вот такой вот змеечку имеет. Я вам сейчас покажу поближе. Вот такую змеечку имеет кармашек. И внутри можно посмотреть подклад. Шкурка должна быть мягенькой, светленькой. Шовчики должны быть аккуратненькие. Вот. Его также легко застегнуть. Он неприметный. Вот. Неприметный. Вот. А норочка должна быть мягенькая. Вот. Шовчики должны быть аккуратненькие, красивые. Вот. Ну, в принципе, и все. Оденьте шубу на себя. Оденьте шубку на себя. Застегнитесь и почувствуйте, как вы себя чувствуете. Если вам удобно, хорошо, комфортно, легко, приятно. Можно брать эту шубу. Вы будете носить долгие годы. И у вас не будет никаких мыслей о том, что купили вы не ту шубу. Или не тот фасон, или еще что-то. То есть, чувствуйте себя, чувствуйте эмоционально. Что вы чувствуете в данный момент. Вот. Если шубка немножко давит на вас, как-то плотненько, не стоит такую вещь брать. Не стоит. Потому что вы можете одеть свитер, размерчик можете чуть-чуть поправиться, немножечко постройнеть. Шуба не должна вас обязывать держать форму или как-то сковывать. Вот. Ну и рассматривайте фасон. Про фасон я рассказывать не буду. Это в следующем ролике. Вот. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дмитрий. Меховой салон, меховой на Тверской городу Дубна. Увидимся в следующем сюжете. Жду вас на примерку. Субтитры подогнал «Симон»!